Добрый день! 24 мая мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Накануне этого праздника я хочу познакомить вас с книгой Полины Масалыгиной «Могучий русский». Несколько слов об авторе. Полине 25 лет, она окончила факультет журналистики Кубанского университета. Она не филолог, она журналист. В 2014 году она начала вести блог, посвященный в Инстаграме, посвященный русскому языку. На сегодняшний день Полина выпустила несколько книг, в которых зажигательно рассказывает о русском языке. Ну вот, например, если вас очень раздражает слово «няша», просто вспомните его значение в словаре у Владимира Даля. «Няша» означает «грязь с тиной, жидкое топкое дно озера». А еще такие известные современные слова «забанить» – глагол совершенного вида от слова «банить», «мыть» или «чистить», «прикол», «колу причала», «скрин», «укладка», «коробья» или «ларец». Конечно, у перечисленных слов сейчас другое значение, и большинство из них просто созвучны с некоторыми заимствованными словами или сленгом. Но удивляет тот факт, что существовали они задолго до 21 века. Наш язык меняется, что абсолютно нормально, значит, он жив. Скоро, 6 июня, мы будем отмечать день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И сразу вспоминаются слова, знакомые с детства. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом». Задумывались ли вы когда-нибудь, что, собственно, такое это самое лукоморье и где оно находится? Вот, прочитав эту книгу, можно об этом узнать. А еще мы часто не замечаем, как ошибаемся на ровном месте. То есть используем те обороты речи, когда слова дублируют значение друг друга. Но если мы немного задумаемся, все станет абсолютно очевидным. Перспективы на будущее, в конечном итоге, возвратиться назад, спускаться вниз, свободная вакансия, памятный сувенир, ведущий и лидер. Конечно, эти слова немного взаимоисключают друг друга. Можно сказать, что книга «Могучий язык» – это справочник. Написана она просто, читается легко, содержит интересные факты. Ну и занимательная подача материала, общеизвестного материала – это, безусловно, плюс книги. Так что читайте и постарайтесь не совершать речевых, стилистических и прочих ошибок. И не забывайте, что русский язык – один из самых красивых языков в мире. Будьте здоровы!